Европа стала неуправляемой. Жители стран ЕС жалуются, что политики ссорятся как дети. Правительством с трудом удается найти общий язык даже по простым вопросам, не говоря о самых острых. Борьбе с растущим числом мигрантов, конфликт в Украине и стагнация экономики, пишет Wall Street Journal. На прошедших недавно дебатах один немецкий избиратель резко критиковал канцлера Олафа Шольца. Правительство не способно управлять страной, а министры ссорятся как дети. Вместо того, чтобы парировать удар, Шольц признал его правоту. «Правда в том, что вы правы», — заявил он. Этот диалог не вызвал особых волнений в крупнейшей экономике Европы, которая когда-то считалась образцом эффективного управления. Сейчас уже считается само собой разумеющимся, что политики мало о чем могут договориться, не говоря уже о том, чтобы реализовать договоренность на практике. Недавние успехи крайней правой партии альтернативы для Германии на выборах нанесли еще один дар по раздробленному правительству Шольца. Франция, которая десятилетиями наравне с Германией играла роль локомотива Европейского Союза, оказалась в схожем состоянии политического паралича, после того, как по итогам июнских выборов парламентские кресла разделились между множеством партий. Политическая фрагментация и поляризация связали по рукам политических лидеров, которые могут управлять страной только посредством громоздких коалиций между левыми и правыми партиями. Правительствам с трудом удается найти общий язык даже по основным вопросам, не говоря уже о некоторых наиболее острых проблемах – борьбе с растущим числом иммигрантов, конфликт в Украине и стагнации экономики. Лидеры не могут и не смогут сформировать большинство вокруг консенсуса в отношении назревших необходимых действий. Отсутствие решительных реформ для борьбы с причинами всплеска популизма, слабой экономикой и массовой миграцией замыкает этот порочный круг. В результате ЕС и правительство стран-участниц не выполняют свои обязательства перед избирателями и рискуют еще больше отстать от конкурентов США и Китая. Параллельно с этим повышение стоимости заимствованной и вялый экономический рост способствует увеличению налоговой нагрузки на население даже таких некогда мощных государств, как Германия. Схожие процессы уже давно наблюдаются в небольших странах, таких как Швеция и Нидерланды. Но с недавних пор политический паралич сделался структурной особенностью и крупнейших политических систем Европы. Европа не может избавиться от терзающего ее недуга даже перед лицом конфликта в Украине. На третий год войны Европейский Союз так и не выполнил свое обещание поставить Киеву миллион снарядов, а также не смог мешать Москве нарастить производство вооружений. Запасы Франции, Германии и других стран практически исчерпаны, и нет никаких признаков обещанного повышения их оборонного потенциала. Некоторые страны Восточной Европы, где правительствам удается сформировать значительное большинство, добиваются большего успеха. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, долгое время враждовавшись другими лидерами ЕС и построивший, по его словам, нелиберальное государство, привлекает иностранные инвестиции, предлагая налоговые льготы и сотрудничая с Китаем. Также в последние месяцы Шольц и Макрон нанесли визиты президенту Сербию Александру Вучичу. Европейские лидеры обращались к сербскому президенту за помощью в борьбе с мигрантами и просителями убежища, пытающимися попасть в Европу. Вучич пресек миграционные маршруты через свою страну, что позволило несколько сократить и временно уменьшить приток мигрантов в другие государства. Субтитры создавал DimaTorzok